МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире новоуральской обещательной компании информационная программа «Объектив» – главные новости нашего города. Сегодня в среду, 30 января, в студии Альбина Бобкова. Смотрите далее. Лыжня России-2019. Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет не в столице Урала, а в Нижнем Тагиле, как в 2014 году. Наш город будет представлен 150 участниками. С 1 февраля в Новоуральске закрывается почтамп, но почтовое отделение будет работать в прежнем режиме. До лета остался 121 день. Новоуральск готовится к оздоровительной кампании. Специальная комиссия провела первое заседание в этом году. А теперь об этой и других темах подробнее. 9 февраля в Свердловской области, как и во всей России, пройдет самый массовый лыжный забег зимы «Лыжня России-2019». В этом году главный старт 37-й всероссийской массовой лыжной гонки перенесли из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Забег для любителей, профессиональных спортсменов и вип-гостей пройдет 9 февраля на полигоне «Старатель». Дело в том, что с 2015 по 2018 годы «Лыжня России» проходила в уральской столице на площадке выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Но из-за строительства «Конгресс-холла» в этом году место проведения главной лыжной гонки в Свердловской области пришлось вернуть в Нижний Тагил. Именно здесь можно было пробежать «Лыжню России» в 2014 году и ранее. В связи с изменением главной площадки для проведения «Лыжни России-2019» ничего не изменится. Ни площадь территории, ни количество участников. Площадь полигона «Старатель» просто огромная – 75 тысяч квадратных метров. Как и прежде, ожидается порядка 20 тысяч человек. В Нижнем Тагиле ждут известного биатлониста Антона Шипулина и легендарного лыжника, многократного победителя «Лыжни России» Ивана Алыпова. Планируется, что и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев встанет на лыжню. Лыжникам-любителям предстоит преодолеть небольшую дистанцию 2022 метра. Такие цифры не случайны. Они обусловлены юбилеем Нижнего Тагила. Ведь в 2022 году городу исполнится 300 лет. Ожидается, что в «Лыжне России» примут участие не менее 6 тысяч жителей города-организатора. По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, на сегодняшний день уже составлен маршрут гонки. Длина спортивной дистанции для профессионалов составит 10 километров. Уже известно, что победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы. А старт может быть дан из настоящей пушки. Об этом заявил организатор «Лыжни России» в Свердловской области Дмитрий Чукреев. Традиционно «Лыжни России» предшествует декада зимних видов спорта, в которой принимают участие все муниципалитеты региона. В рамках декады в школах проводятся занятия физкультуры на свежем воздухе, на коньках или на лыжах, соревнования по зимним видам спорта, включая отборочное соревнование всероссийского турнира «Золотая шайба», соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Ежегодно в серии спортивных зимних массовых мероприятий принимают участие более миллиона жителей Свердловской области. В Уральск тоже активно готовится к «Лыжне России-2019». На организационном комитете сегодня обсуждались основные вопросы по участию горожан в самом массовом лыжном забеге зимы. Предвосхищает «Лыжню России» декада лыжных видов спорта. Активисты ПОН по ОХК одними из первых приняли участие в этих мероприятиях. И сегодня провели занятия на свежем воздухе. Каждый год выходят на «Лыжню России». Это у нас мероприятие ежегодное. И люди всегда принимают участие, общаются, здоровье себе добавляют. Очень хорошая команда у нас, хорошие люди. Это полезно для здоровья, побыть час-полтора на свежем воздухе. И кто посильнее, как говорится, помоложе, встанет на лыжи. А навуральские ветераны – это активные люди, которые своим примером показывают, как нужно заряжаться здоровьем и позитивом. Ура! Уже по традиции именитые навуральские спортсмены проведут занятия в школах и в дошкольных учреждениях. На ОРК объявили, что по предварительным заявкам в декаде, стартовавшей с сегодняшнего дня, примет участие более 13 тысяч человек. На лыжню в день проведения главной гонки всероссийской акции встанет полторы тысячи человек. Как всегда, на Лыжней России в Навуральске будут даны старты для дошкольников полтора километра. Длину дистанции в Мастарте сможет пройти любой желающий. И, конечно, встанут на лыжи спортивные семьи. Для принятия участия в семейной эстафете необходимо заявиться. Заявки принимаются до 7 февраля в спортклубе «Кедр». Соревнования по лыжным гонкам для спортсменов пройдут на дистанции в полтора и три километра. Я приглашаю всех жителей нашего города посетить это мероприятие, зарядиться энергией, бодрым настроением, здоровьем всей семьей. По предварительным заявкам в декаду лыжного спорта, спортивный инвентарь на лыжных базах Навуральска можно получить бесплатно. Бесплатно выдадут лыжи и в день проведения Лыжней России. Также 9 февраля Навуральская делегация в количестве 150 горожан поедет на главную региональную гонку в Нижний Тагил. Это ученики школы 48, 53 и школы села Тарасково. Два Навуральца примут участие в ебзобеге. Погода на Среднем Урале изменчива, но надеемся, что в предстоящие дни она будет комфортной для прогулки на лыжах, и все Навуральцы смогут активно принять участие и в декаде лыжного спорта, и в гонке «Лыжня России». Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин, Александр Илюха. Навуральская вещательная компания. В Навуральском почтамте грядут серьезные перемены. С 1 февраля начинается реструктуризация почтовых отделений Первоуральского и Навуральского городских округов. Что будет с рабочими местами и с почтовыми отделениями в нашем закрытом Навуральске, расскажет Наталья Рау. Такие вывески на почтовых отделениях новоуральцы видят последние несколько дней. Бренд «Почта России» останется тот же. С 1 февраля будет другая территориальная принадлежность. Будет указано не новоуральское отделение, а первоуральское. Все почтовые отделения Навуральского округа с 1 числа будут относиться к первоуральскому почтамту. А сам главпочтамт города, который располагался по адресу Октябрьская 6Б, будет ликвидирован, точнее переведен вместе с рабочими местами в Первоуральск. Реорганизация организационной структуры. Происходит это из-за того, что почта меняется, почта должна идти в ногу с современностью. У нас автоматизируются очень многие процессы. В связи с тем, что все компьютеризировано и может работать самостоятельно и без труда человека, мы можем объединить некоторые наши внутренние объекты. По словам представителей областной структуры «Почты России», реорганизацию жители города не почувствуют, потому что все почтовые отделения в Новоуральском округе будут работать в обычном штатном режиме. Изменится только сервис и перечень услуг, причем в лучшую сторону. Теперь можно воспользоваться услугами «Почты России», даже не выходя из дома, а платить без комиссии счета за коммуналку, налоги, штрафы ГИБДД, интернет и прочее. «Почтальон имеет с собой мобильный телефон определенный и кассовое устройство для того, чтобы сразу же принять платеж. Платеж принимается практически в онлайн-режиме». На дом можно заказать и продукты питания, а также бытовую химию, канцелярию, игрушки, книги – все то, что продается в почтовых отделениях. Причем услуга оказывается бесплатна. Оплачивайте только сам товар. Еще одно из нововведений – это центр выдачи посылок, который теперь появился и в Новоуральске. Это почтовое отделение на Центральной площади. «Центр приема и выдачи посылок есть в Новоуральске. Индекс его 624-130. Находится он в самом центре города. Это специализированное подразделение по работе именно с посылками и бандеролями. Мы специально сделали выделение для таких отделений, для того, чтобы клиенты смогли, вне зависимости от того, к какому отделению они привязаны территориально по своему адресу регистрации, смогли прийти и спокойно сдать либо получить посылки. Причем сдать они могут это и в электронном виде, специально оформив до этого на сайте, специальный ярлык, который прикрепляется к посылке. Также есть возможность на сайте предварительно оплатить пересылку за данную посылку и сдать ее совсем без очереди». Если еще несколько лет назад к работе почты у горожан было много вопросов, то на сегодняшний день посетители отмечают качественные изменения, приходя теперь сюда с удовольствием. Здесь и отремонтированные помещения, сделанные в единой брендированной навигации отделения. Это и современная мебель, новое оборудование. Это и вежливое общение с клиентом. Это и сервис, обширный перечень услуг. Почта России идет в ногу со временем, при этом сохраняя клиента ориентированность. Наталья Рау, Александр Илюха, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Подробнее о изменениях работы Новоуральского почтамта и нововведениях в почтовых отделениях Новоуральского округа смотрите в тематической программе «Грани» завтра в 19 часов 30 минут. Вчера в программе «Объектив» мы рассказывали о том, что в Новоуральск приехала врач-онколог. И 29 января стал первым ее рабочим днем в третьей поликлинике нашего города. А сегодня наша съемочная группа познакомилась с Залифой Габасовой лично. Подробности далее. Середина рабочего дня. У Залифы Байтуловны только что закончился прием пациентов. Сегодня был ее второй рабочий день в городской поликлинике номер 3. Она поделилась первыми впечатлениями о городе и горожанах. Пока что я с кем я встречалась, все хорошие люди. Мне даже помог совершенно незнакомый человек. Я поехала с тройматериала, за хозяйственными материалами, за жерк. Да что там это? Мне вообще привезли бесплатно все это. Вы же, говорят, человек новый. У Залифы Байтуловны две дочери. Младшая должна приехать к маме в Новоуральск. Она учится в 11 классе и собирается поступать в медицинский институт. И вот в 11 классе она просто без моего паска, я уже думаю, она пойдет куда-нибудь в гуманитарий. Она говорит, мама, я иду в медицину, отменяю все эти физики, там эти, говорит, иду, сдаю химию. Доктору в рамках городской программы поддержки врачей дали служебную квартиру в 15 микрорайоне. Дома Новоуральского округа уже одобрила ей единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Онкологам в Новоуральске ждали очень долгое время. Сейчас по всей стране наблюдается дефицит врачей данной специальности, поскольку она весьма специфична. Старые кадры уходят, а новые не появляются. По всей стране не хватает порядка 200 докторов по специальности онколог. Будем надеяться, что здесь, в Новоуральске, Залифа Байтуловна, врач с большим стажем и опытом работы по специальности, проработает еще долгое время. Оздоровительная кампания в нашем городе всегда проходит на высоком организационном уровне. На Новоуральске все ответственные стороны заинтересованы, чтобы наши дети смогли летом хорошо и отдохнуть, а если есть возможность, и подлечиться. Накануне в городской администрации прошло заседание, первое в этом году, по организации оздоровительной кампании. Подробности у Никиты Евсеева. Первым делом участники заседания отметили, что в текущем году оздоровится не меньше детей, чем в предыдущем. Работать первые лагеря с дневным пребыванием детей будут уже весенние каникулы. Такая же возможность будет предоставлена и детям, и в летнее время. Для того, чтобы отдых наших детей прошел на высоком уровне, работа по подготовке к оздоровительной кампании начнется задолго до. Мы понимаем, сколько у нас детей будет оздоровлено в загородных лагерях, сколько в здравницах санаторно-курортного направления, сколько в дневных лагерях, учебной сборы. То есть планируется эта работа, корректируется положение, отстраиваются механизмы, чтобы родителям понятно было, организовывается информационная кампания, и дальше уже, собственно, ждем лето. Особой популярностью у новоуральских мальчишек и девчонок, безусловно, пользуются загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы». В этом году в нем, как и всегда, будет организовано три смены, и посетят его почти полторы тысячи детей. На заседании также была определена и родительская плата за путевку. Родительская плата составит для всех категорий 4880 рублей, это по самоцветам. Родительскую плату в дневные лагеря весенних каникулы предлагаем установить в размере 425 рублей, и в летние каникулы установить 1308 рублей. Смена в лагере дневного пребывания весной длится 5 дней, летом – 18. В самоцветах помимо летних смен пройдут и традиционные учебные сборы, участие в которых примет 250 дневных навуральцев, а летом в первую смену на 21 день туда приедет 500 детей, на вторую – 540, и в третью смену отдохнутые оздоровятся там 500 ребят. Помимо этого, летом навуральские дети смогут побывать и в здравницах структуры ФМБА. В этом году пришлось отказаться от некоторых санаториев по объективным причинам. Отказались от сергиевских минеральных вход и санатория «Клязьма». Были жалобы на условия пребывания детей, лечение хорошее, питание удовлетворительное, сам корпус требует ремонта. Наши дети там и родители жаловались на условия пребывания. Было решено в этот санаторий детей не направлять. От «Клязьмы» отказались, потому что теперь там нет трансферта из Москвы в санаторий, и в последний раз детям пришлось самим добираться до здравницы. Заявка на текущий год от СМСЧ номер 31 – это 310 человек. В первом протале в санаторий «Решма» поедет 70 человек навуральцев. По соглашению руководства Уральского электрохимического комбината с санаториями «Зеленые мысли» и «Таватуй», в них также смогут оздоровиться дети сотрудников градообразующего предприятия для того, чтобы знать, куда обращаться. Относительно отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием – это школы, дадут справку и в управлении образованием. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок отдохнул в здравнице ФМБА, в детской поликлинике есть специалист, готовый вам помочь. «Зеленый мыс» и «Таватуй» – это правку комбината. Ну а отдых в самоцветах и в Черноморской чайке – это в территориальный комитет профсоюза. Помимо этого, с текущего года у навуральских детей есть возможность оздоровиться и в неканикулярное время. Управление образования пока ищет лагеря, где ребенок сможет подлечиться и не отстать от учебы. Пока есть всего два варианта. Это детский оздоровительный центр, так он называется, «Солнышко» в городе Лесно. И это загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова, а именно санаторий «Талый ключ» в Артемовском, город Реш, Артемовский поселок. Так оздоровиться сможет 94 ребенка. Сейчас идет подготовка документов, сбор пожеланий от школ и, скорее всего, возможность оздоровиться по этой программе у навуральцев появится к осени. Никита Евсеев, Александр Илюха, Новоуральская обещательная компания. Президентские состязания. Речь не о соревновательном процессе главы государства, а речь идет о муниципальном этапе спортивных игр. Сегодня в новоуральские школьники со всего города проявляли себя в разных спортивных дисциплинах. Мероприятие прошло на площадке школы номер 48. Подробности далее. Сегодня политика государства направлена на популяризацию здорового образа жизни. Ежегодно по всей стране в соревнованиях школьного этапа президентских состязаний принимают участие более 10 миллионов обучающихся. Мероприятие проводится с 2010 года по указу президента России. В девятый раз состязания проходят и в Новоуральске. Новоуральск очень активно включается во все спортивные мероприятия области, федерации. Президентские состязания, президентские спортивные игры организует и проводит детская спортивная школа номер 2. Ну вот на базе 48-й школы, поскольку 48-я школа обладает на сегодняшний день такой современной спортивной базой, на которую ездят у нас и область, и регионы, наш горнозаводский управленческий округ. Сегодня в муниципальном этапе президентских состязаний приняли участие ученики 56-го лицея, школы села Тарасково, а также 53-й, 45-й, 48-й, 57-й школы Новоуральска. Юные спортсмены с 5-го по 11-й класс соревновались в теоретическом конкурсе. Он касался всех аспектов, связанных с Олимпийскими играми, а также участвовали в многоборье по пяти видам спорта. В этом году меня впервые поставили на судейство, служу подтягивания у юношей. Самый дорогой ресурс человека – это здоровье. То есть здоровье он должен сохранять на протяжении всей жизни. Колоссальный опыт в соревнованиях, соперничество, сила воли, духа. Много чего. Ежегодно – это одно из крупных спортивных мероприятий города с участием школьников. Программа включает в себя следующие дисциплины. Бег 30 метров, подтягивания на перекладине, отжимания, подъем туловища из положения лежа, прыжок в длину с места. Я с радостью отвлекаюсь на все мероприятия, которые мне предлагают, и участвую в них. Подтягиваться, бегать, прыгать в длину и вроде бы еще пресс задавать. Сегодня на всех уровнях власти делается многое, чтобы детский спорт развивался. Проводится ряд комплексных спортивных мероприятий, фестивали и всевозможные акции. Строятся и ремонтируются спортсооружения. К примеру, в Новоуральске недавно был реконструирован конькобежный павильон и административно-бытовой корпус для спортсменов, а также трибуны в Дю США номер два. Возвращаясь к теме президентских состязаний, ежегодно Новоуральск показывает в них достаточно высокие результаты. В 2018 году наши ученики прошли региональный этап и вышли на всероссийский. Это была команда 57-й школы. Мы выиграли областные соревнования и тем самым мы вышли на всероссийский уровень и там также выступали. Мы усердно работали, занимались и шли к победе. У нас каждый день с утра были тренировки, мы очень старались, пытались побеждать, отстаивать свою область. Кто станет победителем в 2019 году на муниципальном уровне, узнаем в апреле. Тогда пройдет вторая часть президентских состязаний. Далее участникам предстоит защищать честь Новоуральска на областном этапе. Анна Крамова, Александр Илюха, Новоуральская вещательная компания. Еще раз напоминаем о том, что завтра в 19 часов 30 минут смотрите в нашем эфире программу «Грани» о реструктуризации Новоуральского почтамта и о нововведениях в почтовых отделениях Новоуральского округа. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова